Всем привет! Это Бункер Рептилоидов. Как вы знаете, мы ведем месячную программу на стартап котиков, которая называется Рептилоиды Силиконовой Долины, где мы с Игорем обсуждаем философию технологий инвестиций в Силиконовой Долине. Но формат нашей программы не позволяет нам отвечать на вопросы зрителей, поэтому мы решили сделать отдельный сегмент, где будем отвечать на самые интересные вопросы, полученные после и во время эфиров. Если вы хотите посмотреть Рептилоиды в Силиконовой Долине, то просто нажмите на линк в описании, где вы можете найти все эпизоды. Итак, начнем. Первый вопрос. Как объяснить детям, что такое передовой край, если нет возможности послать детей в Стэнфорд? Великолепнейший вопрос, очень сложный для понимания без некоторой стартовой подготовки. Вот. И я думаю, что, наверное, правильный ответ на этот вопрос для, как бы, родителей, это, наверное, ну, 95% того, что вы можете сделать для своих детей. То есть, если вы сделаете это правильно, то все, что вы в свою оставшуюся жизнь делаете для детей, это просто будет ошибка округления. Но это очень тяжело сделать. Это нелегко. Вот. Самое... Это нелегко и понять самому, и объяснить ребенку. Вот. Поэтому начнем с самого начала. Первое, что надо понимать, это надо понимать, как бы, свободные и ограниченные шкалы. То есть, то, что здесь называется scale. Вот. Если вы читали книги Насима Талеба, то эти концепции будут вам знакомы. И пример несвободной шкалы, пример ограниченной шкалы. Например, рост людей. Например, вес людей. Вот. Ну, вы практически никогда, я думаю, это невозможно, встретить человека, который в 10 раз вас выше. То есть, может быть, это на грани, если мы рассмотрим какие-то совершенно медицинские случаи, еле-еле дотянем до чего-то близкого. Десятикратная разница. Ну, и, разумеется, просто полностью невозможно найти человека, который выше вас в 100 раз, который тяжелее вас в 100 раз. Вот. Это типичный пример, примеры ограниченных шкал, где просто по науке, в данном случае по биологии, вы не можете выйти за некоторые рамки. То есть, кто-то чуть-чуть повыше, он играет в баскетбол, кто-то чуть-чуть пониже, он явно не играет в баскетбол. Но, в целом, все это очень сильно ограничено. Вот. И это пример. И наша привычка, как человеков, что мы привыкли жить в мире, где шкалы достаточно ограничены. Потому что в нашем, как бы, первобытно-общинном поселке, где мы получили все наши привычки, у нас, как бы, рост ограничен, вес ограничен. Количество орехов у каждого в хижине ограничено. У вас нет ни у кого хижины, в которой миллион раз больше орехов, чем у кого-то другого. Для этого уже надо строить цивилизацию. Все звери, кто-то побольше, кто-то поменьше. У вас нету зверя, которые вас в миллион раз больше. Вот. Поэтому все наши привычки, они как раз основаны вот на такое, что-то по... О, там, в два раза больше, в десять раз больше. Это, вот, как бы, предел нашего понимания. Значит, неограниченные шкалы, это шкалы, которые не имеют такого, как бы, натурального ограничения. Вот. То есть, самая знакомая вам свободная шкала, это деньги. То есть, вы легко можете встретить человека, у которого в миллион раз больше денег, чем у вас. Теперь легко уже встречать людей, у которых в миллиард раз больше денег, чем у вас. Вот. То есть, вы можете пройти все шкалы. Вот там у Пети в сто раз больше денег, чем у меня. У Васи в тысячу раз больше денег. А вот у Маши на улице, у нее там в сто раз меньше. То есть, вы можете двигаться по шкале абсолютно свободно. То есть до того, как вы уйдете там, ну и собственно говоря, если вы отойдете от людей, начнете говорить об организациях, странах и так далее, то у вас шкала закончится только на каком-то планетарном бюджете. То есть там, что такое GDP, планета, Земля. Вот, то есть цифры станут абсолютно астрономическими. И в работе с этими свободными шкалами у нас как раз нету таких, у нас нету привычек, у нас мало привычек. И огромное количество ошибок, оно связано именно с как бы непониманием роли и влияния свободных шкал. Потому что именно свободные шкалы, именно в силу своей масштабности, они как бы чаще всего сводят все как бы человеческие шкалы. Они их превращают в ошибку округления. Вот, и собственно говоря, вся история современной технологии, она состоит в том, что в силу того, что все технологические изобретения получили свободную шкалу, сколько людей инсталлировало вашу аппликуху или сколько людей пришло к вам на веб-сайт, это свободная шкала. Вот, у Васи веб-сайт, у него один пользователь, а у Пети на веб-сайте в миллион раз больше пользователей. А у Васи, а у там Маши, у нее в сто миллионов раз больше пользователей или миллиард раз больше пользователей, если Маша работает в Фейсбуке. Вот, то есть все технологические артефакты, это чаще всего свободная шкала. Вот, это значит такое долгое вступление. Вот, а теперь сам ответ на вопрос. Вот, это колоссально трудно понять и еще колоссально труднее объяснить ребенку. Вот, и вот что вам надо понять абсолютно на фундаментальном уровне, оно состоит в том, человеческое умение и знание это свободная шкала. То есть, единственное, что вот в человеческом есть, что идет по свободной шкале, а не по пограниченной шкале, это именно умение и знание. Ну, и как это продемонстрировать? Ну, вот, понимаете, вот представьте себе, что вы, вот там, на YouTube можно найти, это всякие смешные видео, например, там, как, так сказать, там, какой-то фрезеровщик создает V8 engine на своем домашнем токарном станке, вот, вот такого вот размера, с абсолютно миниатюрнейшими делами. Этот engine, он миниатюрно повторяет, вот, то есть, он заливает его бензином, а этот V8 engine работает, как в гоночной машине, на вот такой микроскопической модели. Он это все делает руками. Вот, левел этого фрезеровщика в умении обрабатывать металл, по сравнению, скажем, с моим уровнем, он, ну, наверное, в миллион раз больше. То есть, я бы не сумел для этого engine не сделать ни одной детальки. Вот, то есть, я даже не знал бы, с чего, с чего начинать. Вот, аналогично мы можем повторить, там, всякие старые шутки про, как бы, brain surgeon, про, как бы, хирургов мозга и про rocket scientist. Это наши братья, теоретические физики и ядерные физики. Вот, то есть, уровень знания, там, ядерным физиком математики, он, скорее всего, в миллион раз превосходит ваш уровень. Вот, если вы не являетесь, в свою очередь, там, теоретическим физиком или профессиональным математиком. То есть, шкала человеческого, как бы, достижения человеческого знания, это свободная шкала. Вот, и фишка состоит в том, что ваш ребенок может развиваться только если кто-то постоянно редефайн его верхнюю границу шкалы. То есть, они не ленивые, они талантливые, они всегда готовы, как бы, учить что-то новое, достигать новых рубежей и так далее. Проблема состоит в том, что, поскольку вся человеческая психология настроена на вот эти ограниченные шкалы, которые ограничены, там, рост, вес и так далее, то вы автоматически думаете, вот, у меня, там, 50 ребят в школе, и кто-то чуть поумнее, кто-то чуть потупее. То есть, наверное, самый умный парень, там, или девочка в нашей школе, это вот топ-левел, и я буду, как бы, к этому стремиться. Вот, то, что люди инстинктивно абсолютно не понимают, что какие-то дети в Стэнфорде, они не будут чуть-чуть умнее. Они будут в 10 в 100 раз умнее. Они будут в 100 раз более акампуешь, то есть, там, вы учите алгебру, а этот молодой парень с родителями из Силиконовой долины в Стэнфорде, он уже создал свой онлайн-бизнес и продает на 5 миллионов в год. Вот, почему? Ну, вот, просто он знал больше всего, он просто, вот, получил все эти навыки и, как бы, вот этот вот поиск, как бы, эксцелленси, поиск идеальности, поиск самых лучших решений, вот, потому что его пир-группа в его школе в Плайт, она состояла из таких же оверачивер. Вот, как это объяснить детям, это, я думаю, одна из самых сложнейших задач, которую вам придется решать, вот, поэтому я, мой личный совет, как бы, я подошел к этому вопросу, это, вот, ваш ребенок идет через стадии, и ваш ребенок наверняка будет, там, задавать вопросы, там, а я хочу быть космонавтом, а я хочу быть певицей, я хочу быть, там, чем угодно, вот, то есть, там, каждые 6 месяцев этот, этот параметр, наверное, будет меняться. Вот, что, как бы, я, я бы делал в таком случае, вот, ребенок сказал, там, я хочу быть, там, скажем, певицей, допустим, самый сложный случай, это девочка, она не хочет идти в софтуар, она не хочет идти в никакие технические индустрии, вот, что делать? То есть, ну, там, самый верх шкалы, вот, я не знаю, какая сейчас самая модная, как бы, женская певица, я, там, age myself, я скажу, давайте, давайте используйте, так сказать, старорежимную, какую-нибудь Бритни Спирс. Понятное дело, что, так сказать, Бритни Спирс, как бы, вашу дочку учить не будет, да, Бритни Спирс очень далеко, это, вот, как раз, там, вершина, недоступная, но, как бы, этот уровень недоступен. Что надо сказать ребенку? Надо, ну, дать ему привычку постоянно попытаться находить самых лучших доступных, здесь ключевое слово состоит, и лучших, и доступных людей в той вертикали, в которую он хочет, как бы, в которой он сейчас заинтересован. То есть, там, через шесть месяцев его интересы, наверное, изменятся, это нормально. Вот, то есть, как он будет расти, то интересы будут становиться все стабилизироваться и стабилизироваться в то, что ему реально интересно. Вот, и ваша задача, она будет состоять в том, что сказать ему, окей, вот, кто там из детей твоего класса, по-твоему, самая лучшая певица? Вот, а вот подружись с ней, а теперь вы вместе, а вот найдите какую-нибудь, там, самую лучшую, там, певицу, или, как бы, учительницу по пению, или какую-нибудь музыкальную группу, в которую вы можете как-то зайти, попасть, поговорить в вашем районе, в вашем городе, кто следующий шаг. А как только вы достигли этого следующего шага, а теперь задайте, окей, вот вы нашли самых лучших в вашем городе, а теперь попробуйте найти самые лучшие, как бы, там, онлайн или в какой-то группе. То есть, постоянно создавайте им привычку, что, первое, не надо просто смотреть на Britney Spears и ждать, пока она позвонит. Она никогда не позвонит. А надо постоянно искать верхний уровень в доступном вам домене, а когда ваш ребенок нашел этот верхний уровень, говорить, окей, а теперь какой следующий уровень? Теперь, а вот найди следующий уровень. И тогда ребенок экспериментально начнет видеть, что, там, о, вот, вот, там, певица нашего города, она классная, но вот певица, там, всесоюзная, она уже вообще совершенно класснее. А певица интернациональная, ну, она совсем офигительная. Но на предыдущей стадии вы всегда, скорее всего, сможете найти какой-то линк на, как бы, верхний уровень. И если вы создадите ребенку эту привычку, как бы, постоянно искать, кто более верхний уровень, у кого я еще могу научиться, где я могу, как бы, улучшить свои скиллы, то это самая лучшая привычка, которую вы можете создать ему, как бы, на всю жизнь. Вот. Большое спасибо Инне за вопрос. Вопрос очень глубокий и интересный. Вопрос номер два. Что венчуры не финансируют и почему? В принципе, вопрос, откровенно говоря, крайне простой и поэтому крайне сложный. Потому что всем людям крайне хочется, чтобы был какой-то очень такой хитрый, ну, какая-то там conspiracy theory, какой-то там заговор мудрецов, что вот мы узнали секрет этих мудрецов, и теперь благодаря этому секрету мы можем профинансировать наш стартап. Вот. Проблема состоит в том, что эта индустрия, откровенно говоря, относительно простая, никаких суперсекретов там нету, и, как бы, либо у вас есть это фундаментальное, как бы, как бы правильнее сказать, как бы фундаментальное value, фундаментальная ценность у того, что вы делаете, либо ее нету. Вот. И никакие секреты венчуру капитала не помогут вам это профинансировать. Но на основе первых принципов я бы это сформулировал следующим образом, что, понимаете, венчур капитал – это как раз вот одна из свободных шкал. То есть венчур капитал работает только потому, что это свободная шкала, что вы вкладываете доллар и можете забрать миллион долларов. То есть у вас все время должен быть вот этот коэффициент умножения на миллион, грубо говоря. Откуда это умножение на миллион берется? То есть вот откуда эта магия приходит? Эта магия приходит от того, что компания строит что-то, что безумно дико valuable, что ценно, что она вносит в мир какое-то такое существенное улучшение, что даже все эти деньги, заплаченные венчур капиталистом, умноженные на миллион, это как бы в будущем, это даже не такая большая как бы часть, как бы value, которая создает эта компания. Откуда компания создает value? Откуда компания создает ценность? Чаще всего, это как раз и был паттерн последних двух десятилетий, разумеется, из-за технологической инновации, разумеется, из-за того, что мы взяли как вот непропаханное поле A, нас засыпали его технологией B, и поле стало настолько более продуктивно, то есть это поле создало столько value, что эта компания может забрать большую часть этого value себе, но всем простым советским людям останется еще настолько много value, что им будет дико классно нравиться этой компанией пользоваться. То есть, ну, конечно, последний канонический пример, это Uber, что Uber сделал такси настолько всем приятными и удобными, что даже при том, что Uber большую часть своего времени, он был как бы дороже такси, он стоил этого дороже. Но ради вот этого удобства и этого немедленного доступа, и великолепного сервиса, что просто нажал кнопку, сел, вышел, ушел, все происходит автоматически, никакого кэша, кредитных карточек, никакой этой ахинеи с оплатой. Это абсолютно люди спокойно за это платили лишние там 5-10 долларов за поездку. Вот, и поэтому как бы это вот типичный пример, что здесь как бы и создание value, и технологическая инновация, и телефонные, вот, все вместе. Вот, значит, откуда берется корень этой технологической инновации? То есть, так сказать, откуда это все растет? И здесь венчур-капиталисты, они, ну, прекрасно знают, как бы, исходную книгу, это небольшой секрет, это как бы всем известно, что у вас источников может быть несколько. То есть, это либо вы эксперты в какой-то, в каком-то узком технологическом поле, которое до сих пор не было, как бы, deploy, то есть, не было использовано, не было использовано в реальной жизни. Вот, то есть, и вот вы самый первый, и вы можете доказать, что вы самый первый, что мы знаем вот эту глубинную технологию, и мы первые, которые, как бы, ее вот, так сказать, дадут простым советским людям использовать. Канонический пример этого тренда, это, как бы, скажем, AI лет пять назад. Вот, сейчас AI этим не является, потому что AI стал commonplace технологией. То есть, сейчас AI можно просто скачать с GitHub, и любой человек может использовать какую-то AI-библиотеку. То есть, это крайне time-sensitive, что вот ближайший год, два-три, мы вот единственная команда, которая имеет доступ к этой технологии, ее никто другой не понимает, она слишком сложная, математическая, не так много математиков ее понимают. Вот, а вот мы сейчас можем ее деплой. Вот, это было AI пять лет назад, это было, как бы, крипто десять лет назад. Вот, то есть, это, так сказать, такой нормальный мы, пионеры специфической технологии, мы можем доказать, насколько эта технология практична, как бы, если ее применить в реальном мире, и простые люди будут ей пользоваться. Второй бакет, это то, что мы называли заслуженный секрет. Вот, в старом мире это называлось более простым словом патенты. Вот, ну, сейчас патенты ушли, грубо говоря, в прошлое. Вот, поэтому сейчас это мы называем заслуженный секрет. Вот, это, ну, похожий пример, что вот сидит какой-нибудь там физик-теоретик в каком-нибудь университете, занимается чем-то типа квантовых компьютеров. Вот, и он в какой-то момент говорит, о, вот я теперь на деньги государства изучил все секреты квантовых компьютеров, и вот мы как раз, как раз пошли вот к той точке, что мы сейчас можем построить первый квантовый компьютер. Вот, и, разумеется, я его уже буду строить не в университете за деньги государства, а я буду строить его для себя, за деньги меншур-капиталистов, как бы, для себя лично. Спасибо дорогому государству за, как бы, нашу великолепную ресерч-индустрию. И это вот то, что мы называем earned secret, что ты отработал свои 10 лет, как бы, в университете, в лаборатории, где угодно, может быть, у себя дома чертил какие-то чертежи. То есть, есть какой-то storyline, где ты заработал секрет. То есть, ты вот из какого-то бункера, из какого-то бункера рептилоидов, ты вынес этот секрет, которого никто до сих пор не знает. Это секрет сложный, технический, он связан с технологией. То есть, это не секрет, там, какой-нибудь секрет нового фэшн-бранда, какого-то нового модного наряда. Это не тот секрет. Это не секрет, который инвестируют веншур-капиталисты. Мы инвестируем в технологические секреты. Это должен быть какой-то секрет, связанный с технологиями, из которых можно построить технологическую компанию. Потому что мы все время будем смотреть, что даст будущий возврат этот 1 к миллиону. По свободной шкале. Вот. И если мы видим вот эту storyline, как вы заработали этот секрет, и там, как бы, все совпадает. Секрет заработан, он его действительно знает. Секрет мощный. То есть, секрет это там и я, и квантовые компьютеры, и так далее. Вот. То тогда, окей, хорошо, да, можно, можно профандить, как бы, можно профандить вот такого visionary founder, как бы, с его секретом. Вот. И третий вариант, это, ну, такой самый скучный вариант. то, что, как бы, у нас называется, ну, это такой, это late round. Как бы, это, это такая более простая, как бы, более, более простая ситуация, когда уже компания имеет какой-то track record, она уже на маркете, как бы, она уже что-то продает. Вот. И тогда это просто такой, как бы, numerical exercise. Вот. А можно ли дать этой компании, по сути, говоря, что происходит в таком случае, по сути, компания говорит, я хочу взять займ из своего будущего, заплатить сейчас за свое развитие, и в будущем я этот займ вам верну намного-намного более дороже. То есть, понятное дело, что если вы берете там, как бы, какой-нибудь serious around на 20 миллионов, то потом венчур-капиталисты expect получить от вас 200 миллионов, если не 2 миллиарда. Вот. То есть, это очень дорогие деньги. Вы, эти займы из будущего, они колоссально дорогие. Вот. Но вы говорите, ну, вот мне так хочется быстрее попасть в будущее, что я хочу вот на основе своей текущей траектории взять этот займ из будущего и заплатить за его развитие сегодня. Вот. Это такой, это более скучный вариант, такой более, как бы, gross rounds, это, как бы, раунды на развитие. Вот. Но если у вас есть, как бы, как бы, track record и storyline, то вот таким образом это вот быстро растущие стартапы, так развиваются в силиконовой долине. Вот. Поэтому, гургуря, вы получаете, поэтому у вас есть такой, как бы, список, он относительно небольшой. То есть, я, наверное, сейчас упускаю, там, может быть, 1-2 пункта, но по своей сути, это вот оно и есть. Либо это первый деплоймент какой-нибудь, как бы, life-changing технологии, либо это earned secret founder, то есть founder в бункере заработал этот секрет, который никто не знает. Вот. Либо это просто линейное развитие того, что уже работали. Вот мы уже нашли, так сказать, ну, так, как бы, там, глупый пример, это будет что-то типа, там, венчер-капиталисты обычно никогда не инвестируют в гейминг-компании по определенным причинам. Вот. Ну, вот, например, гейминг-компания приходит и говорит, вот, вот у нас такая метрика, вот у нас, там, миллион юзеров, мы с каждого юзера, там, делаем 10 долларов в месяц, и вот данные, что вот просто нам сейчас надо в адвертайзинг залить 10 миллионов долларов, и оно нам принесет 100 миллионов прибыли в течение следующих 6 месяцев. Вот у нас это все проверено, протестировано, это просто математика, это вот мы построили машинку, которая печатает деньги, в нее просто надо залить топливо. Вот. И мы вот хотим лейт раунд, чтобы нам, вы дайте нам топливо, а мы вам дадим ownership в этой машинке. Вот. Поэтому, как видите, никаких особенных секретов венчура нету, и так в этом есть некоторая такая, ну, как бы, индустриальный заговор, потому что венчер-капиталистам надо притвориться, что это очень сложная индустрия, потому что, ну, так сказать, кто за это будет платить как бы 2% годовых и 20% за индустрия. Да, для этого должен быть некая, так сказать, там, мистик, для этого должен быть некоторая тайна, что это такой странный, сложный бизнес. На самом деле, ничего особенно, так сказать, там, некий скиллсет до этого требуется, но я повторяю, этот бизнес относительно простой. Вот. И, соответственно, нету никаких супер-секретов, как, так сказать, на что хотят смотреть венчер-капиталисты. Вот. Поэтому, как бы, это вот, как бы, саммари таких основных направлений, во что венчер-капиталисты инвестируют. Но, если вам хочется такое самое простое правило, всегда думайте об этом. Вы пытаетесь взять безумно дорогой займ из своего собственного будущего. И, если вы еще толком не понимаете, что это за будущее и каким оно будет, то под это венчер-капиталисты займ точно не дадут. А если вы прекрасно понимаете, какое у вас будущее и куда вы с этим идете, то, откровенно говоря, тогда именно у вас будет, венчер-капиталисты вам будут ломиться наперебой, и у вас не будут даже возникать вопросы во что и почему финансируют венчер-капиталисты. Вы просто будете решать, какие из там пяти офферов как бы вам принять. Третий вопрос. Этика, культура и технология стартапов. Вот. Это такой очень интересный домейн, на который, разумеется, крайне важный домейн, на котором трудно дать как бы one-size-fit-all ответы. Вот. Но его однозначно надо понимать. И там одно из изречений в Силиконовой долине это, что culture eat technology for breakfast. То есть, грубо говоря, культура вашего стартапа съест вашу технологию на завтрак, с чем я абсолютно согласен. Вот. И чтобы это обсудить, надо в первую очередь, то есть, это такой очень, мне кажется, очень малопонимаемый вопрос. Давайте попробуем, наверное, ответим с такой стороны. Вот. Ну, естественно, гений культуры стартапов это Стив Джобс. Он, ну, были люди до него, но он это довел просто до фантастического, до фантастического уровня. Вот. И вот, представьте себе на следующей позиции. Вот вы, Стив Джобс, на вас работает там, ну, в разное время, там, 10 тысяч человек, 50 тысяч человек, 100 тысяч человек. Вот. Более того, все эти люди безумно креативные. То есть, эти люди, они не для того на вас работают, чтобы вы их микроменедж, чтобы вы там каждый день говорили им, что делать. Вот. И, то есть, это люди, которые, так сказать, не очень хорошо вас примут, если им какой-то Дилберт-стайл, там, pointy hair менеджер каждый день будет стоять над плечом и говорить им, что делать. Вот. Поэтому они работают сами по себе. И каждый занимается чем-то своим. Вот. И у вас возникает такая странная проблема. С одной стороны, их как бы не стоит слишком уж там менеджерить каждый день. С другой стороны, ну, вы CEO компании. Вам как-то надо это все, как бы, вам этот корабль надо как-то двигать в одном направлении. Вам надо, так сказать, чтобы вся эта огромная толпа людей была как-то скоординирована. Вот. Как этого достигнуть? Так вот, культура стартапа, которая сначала создает фаундер, а потом создает CEO, и как бы часть его работы, именно поддержка этой культуры. Она именно состоит в том, культура, это как визионеры компании коммуницируют со всеми ее членами, и как бы они подписывают каждого члена именно на культуру компании. То есть, культура компании это набор принципов, это набор, то, что мы бы математически сказали, value function, функции ценности, то есть, что для нас важно, что для нас не важно, какие ошибки мы готовы делать, какие ошибки мы ни в коем случае не должны делать. И понимаете, для разных компаний, разных индустрий ответы будут колоссально разные. То есть, там, ответы, какие ошибки готов делать Facebook, он, например, ну, колоссально отличается от того, какие ошибки готов делать Google. Что делает их разными компаниями, что делает разными культуру компании Зукенберга или культуру компании, ну, как бы, стэнфордских, грубо говоря, интеллектуалов, как бы, Брина и Пейджа. Вот. И вот это и есть ранняя функция стартап-фаундера. Помните, как в первой матрице, как бы, function top of the one. Вот. Вот функция стартап-фаундера, это как раз определить вот эту вот матрицу values, определить, что такое хорошо, что такое плохо, и объяснить на доступном всем, то есть, всем и инженерам, и маркетерам, и даже какой-нибудь там девочке-интерну, которая только начала вчера, объяснить на простом языке, вот, так сказать, в чем есть культура компании. Вот. Обычно плохие компании, они просто там рассылают какой-нибудь там PDF, на котором там 12 пунктов, и говорят там, вот у нас такие-то values, вот наш, как бы, это, это такое, это ленивый и совершенно неэффективный использователь, ну, это лучше, чем ничего, то есть, если у вас нет абсолютно ничего и как бы CEO без фантазии, то можно распространять культуру таким образом, но это такой опт-аут. А вот самые гениальные операторы культуры, это, конечно, это вот что-то типа Стив Джобса, то есть, это, так сказать, golden standard определить культуру стартапа. Значит, вторая часть, разумеется, технология, то есть, у вас культура намного важнее, потому что, как бы, хорошая технология без культуры, это стартап все равно рассыплется, потому что все ваши люди, они, как бы, каждый идут в своем направлении, вот, и, так сказать, классическое документаре на эту тему, это можно посмотреть документаре General Magic, ну, по сути, про первый айфон, который пытались создать 15 лет до первого айфона, команда бывших эпловцев, вот, и это типичный пример, где был просто culture failure, что была гениальнейшая, гениальнейшая технология, но поскольку CEO был, так сказать, не технологом, такой типичный, как бы, MBA-type, как мы их называем, то культура была создана абсолютно не, так сказать, неправильная для такого типа продукта, вот, и в некотором роде, как сказать, именно научившись на провалах этой культуры, то есть, как это не смешно звучит, что эти, многие из этих людей вернулись в Apple, вот, и мы в результате их усилий, мы получили, скажем, iPod, а iPod, соответственно, уже повел эволюцию к первому айфону, вот, что они, научившись на провалах этой культуры General Magic, они, как бы, дали нам все технологические инновации, то есть, ну, и одна из главных, так сказать, уроков этой культуры была в том, что Тони Фадел, когда он, так сказать, вернулся, точнее, он никогда не был в Apple изначально, но он пришел в Apple именно делать первый iPod, то то, что он понял из General Magic культуры, что надо абсолютно строго просто вбить клин и в землю, что если это hardware-продукт, мы шипаем одну первую версию через год и никаких но, бац, задержек, идеальности, вот просто вот hardware-должна уйти с полок магазинов, никаких извинений, то есть, General Magic, они еле-еле с трудом зашипали первую версию продукта, то ли через 5, то ли через 6 лет после начала компании, вот, и, вот, значит, то есть, технология должна быть, но в этом и есть этот, как бы, interaction между технологией и культурой, что, вот, и здесь, в принципе, вот, когда мы говорим этика, технология, культура, здесь очень важно, то есть, если вам нужна ментальная модель, вам очень важно держать в голове следующую математическую функцию, которая, как бы, очень сильно помогает это так на пальцах понимать, то есть, вы все знаете, что такое среднее число, вот, вы все знаете, что, если я дам вам три числа, три числа, 10, и скажу, какой средний из трех чисел 10, но 10 плюс 10 плюс 10 30 разделить на 3 10, то есть, мы все привыкли к арифметическому среднему, мы все привыкли, что вот там чуть побольше, здесь чуть поменьше, то есть, там 15 плюс 5 плюс 10 разделить на 3 все равно 10, в стартапах, в стартапах среднее арифметическое абсолютно не работает, в стартапах среднее арифметическое, вот забудьте про среднее арифметическое в стартапах, функции, которые вам надо оценивать в стартапах, это так называемое среднее геометрическое, вот, а среднее геометрическое, это вот, ну, среднее арифметическое, вы делаете операции сложения и операции деления, среднее геометрическое, вы делаете операции умножения и операции взятия корня. Вот. И смотрите эффект. Это значит, что у нас будет 10 умножить на 10. Умножить на 10. Вы получаете 1000. И потом вы берете корень третьей степени и возвращаетесь обратно к десятке. Ну, кажется, забавно. То есть вот у нас среднее арифметическое, среднее геометрическое. Результат получился абсолютно одинаковый. Какая разница? Гениальность среднего геометрического она состоит в том. А теперь представьте себе, что у вас в вашем стартапе провалилась, скажем, технология. Случается. У вас взяла и технология провалилась в 0. Просто взял, с CTO ушел. Сказал, ну, мне в гугле дали больше зарплаты. Каким у вас станет ваше среднее геометрическое? 10 умножить на 0 умножить на 10 равняется 0. Теперь вы взяли корень третьей степени от 0 и получили ровно тот же 0. В среднем геометрическом если любая из ваших частей проваливается в низкое значение, она за собой тянет все остальное. То есть, это не важно, что, так сказать, понимаете, ваша технология может быть плюс миллион. Плюс миллион умноженный на 0, все равно среднее геометрическое вам даст 0. Вот. И этика, культура, технология стартапов, они абсолютно вот такие, они вот следуют этой среднегеометрической закономерности. что вам надо следить не только за тем, чтобы их максимизировать, но также за тем, чтобы ни одна из этих величин не провалилась в слишком низкие значения. Потому что они низкими значениями наносят колоссальный демидж. То есть, если у вас нет культуры, происходят все проблемы. Вы не шипаете продукт, или, так сказать, продукт плохого качества, или, так сказать, еще что-то происходит. Если у вас нет технологии, ну, понятное дело, у вас тогда просто нету продукта, или продукт просто фейк. То есть, совсем хуже того. Вот. Этика, это, как бы, один из таких, как бы, этику вы не можете зафиксать в стартапе постфактум. То есть, откровенно говоря, этика, это скорее присоединяется к нашему первому вопросу. Точно так же, как вы учите детей находить самых лучших, как бы, учителей и практиков какого-то поля. Единственный способ обеспечить этику стартапа, это максимально жесткий рекрутинг, рекрутинг именно людей максимального качества, как и по знаниям, так и по этике. Потому что, когда они попадают в компанию, как говорил Степ Джобс, первые 10 людей, которые вы наймете в свой стартап, они полностью определяют судьбу этого стартапа. То есть, там, кто будет человек номер 99, уже практически не влияет. Вот, первые 10 людей определяют и культуру, и этику вашего стартапа. Вот, поэтому, по этому поводу у меня на Huffington Post есть статья, именно так и называется, Early Stage Startup Recruiting, ее можно прочитать по деталям, но этика, она состоит просто в том, вам надо создать вот такое, как бы, поле, вам надо создать такое, как бы, как бы, пространство вашего стартапа, где все люди точно знают, что все люди вокруг них, они крайне этичны, они крайне честны, все на всех могут полагаться, и ваш единственный противник, это, грубо говоря, как бы, market forces, с которыми ваш стартап борется. То есть, как только ваша этика проваливается, и у вас начинается, как бы, инфайтинг внутри команды, у вас начинается какая-то, там, токсичная политика внутри команды, то есть, какая-то политика всегда будет, этого не избежать. Но если все люди этичны, то, понимаете, даже если у вас какой-то инфайтинг, там, скажем, инжиниринг, дерется с маркетингом, очень часто бывает, ничего в этом плохого нету. Но, опять-таки, понимаете, когда маркетинг-директор знает, о, мой директор оф инжиниринг, он крайне этичный чувак, я его крайне уважаю, я буду спорить до хрепоты с его аргументами, но он просто, он solid person, я буду очень внимательно следить за его аргументами, и пытаться понять, что он имеет в виду. Сравните это с провалом этики, когда директор оф маркетинг знает, а, я знаю, что директор оф инжиниринг это карьерист, он получил эту работу по блату, он еще толком в технологии не понимает, но он там спит с женой босса, и поэтому ему идут все эти поблажки. Это, так сказать, поэтому я в свою очередь вместо того, чтобы аргументировать то, что реально надо для компании, я буду просто аргументировать позиции, которые важны для моей личной карьеры, чтобы меня лично возвышать, потому что сейчас наш стартап это просто такой клубок дерущихся змей, и там уже никто не думает ни о продукте, ни о развитии, ни о кастомеров, а все ведут свои какие-то феодальные разборки. Вот, это такое, когда ваша этика ушла в ноль, и этим нулем она умножила весь остальной, какая бы ни была гениальная технология. Стартапы, она все это умножает на ноль. Вот, поэтому этика культуры технологии это такие, каждый из этих вертикалей требует огромнейшего скиллсета, чтобы построить правильно. Каждая из этих вертикалей, если она провалена, она проваливает весь стартап в целом, так сказать, поэтому их надо фиксать как можно быстрее и как можно раньше, если вы замечаете проблемы. Вот, и как бы и в целом это, ну вот, это и есть тот базис, потому что, понимаете, продукт будет меняться, люди будут приходить и уходить, константами будет ваша культура, так сказать, ваша этика компании, она будет каким-то образом ее надо застолблять в этой культуре. Вот, люди будут учить вашу культуру асмосисом, то есть, они не будут ее учить, там, читая e-mail и CEO, они будут ее учить, смотря, что делают 10 их коворкеров, что будут делать, это просто как школа, то есть, что делают 10 одноклассников, новопришедший человек в компании, будут делать как они. Вот, а что делают эти 10 одноклассников, они делают то, что делали первые 100, первые 100 эмплоев, а что делают первые 100 эмплоев, то, что делали первые 10. Поэтому культура распространяется только на примере, только на экзампли, и, так сказать, и это вот очень-очень тяжело менять со временем. Вот, поэтому это лучше делать правильно, это, но это крайне painful, это очень, это очень тяжело, то есть, я там в статье про маленькую часть, то есть, рекрутинг это одна из очень маленьких частей всего этого построения, даже рекрутинг, и то ее очень тяжело делать правильно, потому что хочется сделать быстро и быстрее бежать к цели, а, как всегда, делать все правильно, это больше, больше пота, больше крови, больше усилий, и, как бы, так сказать, всегда хочется срезать углы. Вот, не срезайте углы в этике культуры и технологии. Вот, окей, я надеюсь, это было интересно, это был наш первый эпизод ответов на вопросы из бункера рептилоидов, если вам хочется, как бы, узнать какие-то другие темы, задавайте вопросы в описаниях к этому эфиру, задавайте вопросы во время нашего основного эфира рептилоиды Силиконовой долины, вот, и по мере поступления вопросов и общего интереса мы будем записывать больше ответов на то, что вас интересует. Всем привет из Силиконовой долины. Силиконовой долины. Силиконовой долины.